Судебный иск Судебный иск Так что перед нами еще один регуляторный взрыв в адрес крупнейшей криптобиржи в мире Да, всем привет, вы на канале CryptoCommons Собственно, CFTC подала иск против CZ Как вы уже поняли Такой профессиональный крипто-жаргончик CFTC против CZ Вот, что можно сказать Что в течение многих лет Binance знал, что нарушает права CFTC Активно работает над сохранением денежного потока Также над тем, чтобы избежать соблюдения требований Короче, как обычно Все как обычно Все эти предъявы мы слышали уже Но сейчас, конечно, многих снова тряхануло И в прямом, и в переносном смысле И с рынка тоже тряхануло Да, по биткоину мы видели коррекцию сильную Как и по всем монетам Вчера И прямо сейчас, кстати, мы довольно-таки так Ровно стабилизируемся на этом уровне Чего не скажешь по BNB Что будет дальше? Как будут развиваться события? Повлияет ли это на повседневный бизнес прямо сейчас? Определенно это займет много времени у менеджмента Чтобы с этим разобраться, Келли Да Но является ли это чем-то, что может повлиять сильно на то Как Binance функционирует на ежедневной основе? Что ж, мы все еще ждем то, что ответит Binance И пока это аналогично тому, как Coinbase получил Руководители компании на прошлой неделе Сказали, что бизнес в порядке Тем не менее, сейчас это как будто призрак более пристальной проверки регуляторов Появился здесь в США И это очень сильно влияет на настроение криптопространства И вы видите, что это отражается на биткоине Цена которого упала на самый минимум сессии На фоне этих новостей Упала на 3% за день Так что да, бизнес по-прежнему функционирует Просто зная, что на данный момент За ними пристально следят регуляторы Мы не знаем, повлияет ли это на какие-то повседневные операции для Binance По крайней мере, за пределами Соединенных Штатов Да, когда заходит речь, мы говорим о регулировании Когда мы говорим о стресс-тестах Например, для региональных банков Но давай уточним, как далеко мы отстаем Говоря о регулировании, скажем, для крипто Да, здесь еще важно понимать, что данные действия идут от CFTC При этом недавно мы видели много активностей со стороны СЕК Что по сути является цирком вокруг того, кто именно здесь обладает юрисдикционным контролем Столько правоприменительных действий было со стороны СЕК Из-за того, что цифровые активы не были должным образом зарегистрированы Как ценные бумаги А здесь возникает огромный вопрос В правильном определении, что такое ценная бумага И как это применимо к цифровым активам Есть множество криптокомпаний Таких как Ripple или Coinbase Участвующих в этой борьбе На этом пути нет понятных правил США Этот вопрос в теории относится к Конгрессу Который не мог собраться и прийти к консенсусу в данном вопросе И это тема, за которую мы будем пристально смотреть здесь, в Вашингтоне В долгосроке, вот, на двухдневном таймфрейме BNB продолжает к биткоину снижаться Посмотрите BNB, конечно, может на этих новостях сейчас, наоборот, отскочить чуть-чуть Потому что все его продадут, зашортят к доллару То он вот, смотрите, бодренько Пока еще держится на сетке MA Ribbon Все еще может, короче, сделать отскок Просто, на мой взгляд, это будет меньше отскок, чем у биткоина И в долгу он все равно, BNB пойдет на 200 и на 100, там, куда-то туда Ну, потому что, посмотрите, вот этот весь гигантский памп нужно закрыть Нужно вернуться хотя бы вот куда-нибудь к предыдущим, там, хаям, там, в районе 35 Но это так, конечно, в идеале А даже если ниже сотки он опустится в среднесроке, в долгосроке Это означает, что к битку тоже это видно На самом деле, к битку это и дает мне уверенности в этом среднесрочном прогнозе Потому что к битку это видно Посмотрите, у него были такие взлеты и падения, взлеты и падения И сейчас у него был очень масштабный взлет и еще один взлет, который уже сдувается То есть вот это ложный заход, который сейчас пробивается И я думаю, что сильных откатов, сильных коррекций здесь наверх не будет в целом Потому что это, конечно, гениальный гигантский памп и дамп вообще весь этот Binance Coin И сейчас проблемы, которые будут у Binance, они все-таки так или иначе будут им закручивать гайки И с них будет отток ликвидности происходить Поэтому даже в рамках того, что они не соскамятся Здоровый вот такой вот корректос, как был вот здесь По BNB, я думаю, что вполне себе нас ждет Чего же делать, спросите вы? Куда бежать с Binance? Крутите вниз этого видео в описании И все лучшие биржи здесь Bybit, Bitget, Femex, Bitflex, KuCoin А также Apex Dex, это новый Dex, децентрализованная биржа от Bybit Очень похоже на Bybit с децентрализованным движком Для всех тех, у кого ограниченные территории, ребята Кто под санкциями или еще под какой-то темой не может пользоваться Bybit Пробуйте Apex Dex Но также Bitget без KYC везде работает прекрасно Очень похоже на Binance Femex, замечательная биржа На Femex, кстати, в марджине сейчас под нулевой процент Можно одалживать BNB и продавать Что я, собственно, сейчас и делаю Вот вы можете видеть, у меня две валюты, против которой я То есть две валюты, которые я шарчу Это BNB и USDT Сейчас, как вы можете видеть То есть когда мы лангуем что-то с плечом Мы по-любому что-то шартим То против чего мы лангуем Вот я лангую против BNB и USDT Отдалживаю с плечом BNB, продаю Откупаю на него корзину альтов Потихоньку такой Эфир, Ripple, Litecoin, Avalanche, Dot, Bitcoin Собственно сам Chainlink, Tron Ну я так варьирую Короче, это кросс-марджин Портфель, это надолго, надо это понимать Это не фьючерсный трейд Это надолго, история Ну вот, допустим, у меня своих средств сейчас здесь десятка Долг почти двадцатка Вот когда Общая сумма станет не тридцатка Скажем, а полтос Тогда отнимаем долг двадцатку И у нас уже здесь не 10, а 30 Понимаете, как это работает Ну опять же, все риски нужно брать на себя Вот у меня сейчас показывают, что низкий риск Но тем не менее Ссылку на Femix найдете в описании Там все эти плюшки и дополнительные бонусы Вот, и также обязательно к нам в Telegram Проверьте подписку Потому что я там интересные штуки поищу Такие, как сигналы вот по TRDR Опять же, смотрите, это коррекция Все обосрались Вот так мы просто сходили к сильному уровню И его удержали Ничего страшного не произошло Потом вот, смотрите Статистика за март Биткоин плюс 19% Золото плюс 7,7% Акции плюс 1, наличка минус полтора Ну это, я так понимаю, наличка к... Какая наличка? Корзина валют к доллару, что ли? Или доллар к печатному станку В общем, вы поняли Мысль, в чем лучше находиться Сейчас напишите в комментариях В чем бы вы сидели до конца года Мой ответ вы знаете Это биткоин золото И как мы видим, себя они сейчас показывают отлично Вот, поэтому по BNB Еще раз вам говорю, долгосрочный прогноз шартовый Но обратите внимание на перепродный RSI Сейчас лучше не шутить Хотя на недельках, конечно, он может еще и туда сходить В общем, вот будут отскоки По-любому будут отскоки Поэтому надо, если вы его шартите, разгружаться плавно Забирать профит Выходить в биточки Я, собственно, так и делаю Я разгрузил большую часть сделок Снова зашел в аудио, кстати Офигительно я зашел в аудио От 0.5 FIB По 0.26 на Bybit Ссылка на Bybit тоже в описании Обзор, как торговать, сейчас появится сверху И для тех, кто не знает Audius это Crypto SoundCloud Это офигенный сервис Где можно выкладывать свои треки Слушать музыку, делиться И донатить крипту Получать, зарабатывать крипту Вот у меня, кстати, claim rewards Во, я кому-то задонатил Недавно Поэтому я могу получить Еще два аудиокоина Короче, прикольный сервис На самом деле И ссылку на него Вы найдете тоже в описании На нашу страницу Переходите Добавляйте Слушайте нашу музыку Что по трейдам Вот, грубо говоря, без убыток Риппл Кстати, риппл Посмотрите на риппл Без убыток Я перезашел Но риппл, посмотрите Он просто пробивает Прямо сейчас хаи Ребят, похоже, что риппл Продолжает ракету И, как я заметил Они в моменте Коррелируют обратно С битком И со всем рынком То есть сейчас, может быть Все чуть-чуть дампанет Риппл помпанет И потом начнется рост Уже всего рынка Скорее всего А какие биржевые монеты Спросите вы Вместо Бенб держать Да вон тот же BGB Да, посмотрите Битгет токен Он сейчас, конечно, уже улетел В моменте И, скорее всего, будет корректироваться Неплохо, кстати, на нем заработали Кто здесь покупал Но сейчас красная точка И сейчас пока На всю котлету не надо залетать Точно Но в долгосроке Это все Очень вероятно Окажется просто прямой линией Потому что Битгет биржа растущая Очень популярная И это просто может оказаться Вот так и вот так Потом еще посмотрите на Битдау Это биржевой токен Байбита Он вообще еще не улетел Даже как Битгет То есть он как раз в накоплении Он даже выходит из-под Дна, можно сказать И Битдау, на мой взгляд Здесь еще более интересен Ну и всякие остальные Там Кукоин, Шерс и прочее Если вы верите Как бы в биржу И у него есть токен Опять же Лучше уж, я думаю В этом сидеть сейчас добрее Чем в БНБшечке На мой взгляд А по Битку Если мы отдаляемся На недельки Ребят, мы смотрим Тут все нормально Абсолютно Зеленые свечи Хайки Наши Мы выше ИМА и Риббон Да, могут быть коррекции Да, РСА Немножечко сейчас Смотрит в коррекцию Но тем не менее У нас по неделькам Даже по РСА Аптренд Сохраняется И мы гораздо выше 50 Что прекрасно На Дневке РСА Тоже не стоит Опускаться ниже 50 Чтобы получилось Некое подобие Вот головы и плеч То есть прямо сейчас В ближайшем будущем Нам по хорошему Нужно уже Отскакивать И продолжать рост Думаю, что Как-то так Поэтому в сухом остатке Друзья мои Самые нормальные биржи Если вы собрались Бежать с Бинанс То самые крутые биржи Вы найдете в описании Bybit, Bigget, Femex И все остальные И также Рабочие обменники Что немаловажно Для тех, кому нужен вывод Ввод с карточек банков И так далее С кэша P2P обменники Сами ими пользуемся Много лет Никаких нареканий Только сегодня Выводили через FastChange Всем спасибо Что посмотрели это видео Всем профит ролик Удачи в торговле Хорошее настроение И до следующей встречи Пока